ВОВУТРО ВОВУТРО Тревога, воздушная тревога во Львове Сейчас утро, раннее утро Друзья, друзья Друзья, дорогие Бог благ, Бог милостив И невзирая ни на что Бог ведет сражение на нашей стороне Сейчас вот Это играет, это та атмосфера Которая нужна сейчас Каждому человеку И это то, что по-настоящему сейчас необходимо В этой ситуации В этой ситуации, друзья Нам нужно осознавать о том, что Бог Сейчас ведет сражение на нашей стороне Подключайтесь, дорогие Будем сейчас мы с вами вместе молиться В вере, в молитве сейчас С миром Мы будем с вами стоять в духовном проломе Сейчас за людей, за ребят Особенно, которые сейчас на востоке Украины Смотрим новости сейчас И новости говорят о том, что наши Ребята сейчас стоят Поэтому, пожалуйста, все, кто Сейчас есть здесь, молитесь Сейчас хочу пригласить Нашего драгоценного Драгоценного лидера молодежи Володя Борилюк Вова, если ты есть, если ты слышишь Выходи сейчас в эфир, подсоединяйся Хочу, чтобы ты тоже помолился Аллилуйя Слава Богу, слава Богу Сейчас я думаю, что получится добавиться Я знаю, что Вова служит в интернате для детей Вова, ты здесь Привет, привет, брат Привет, привет Брат, давай помолись ты тоже сейчас за людей Которые, может быть, сердце их тревоги Давай молись сейчас ты Я поддержу тебя вместе в молитве Вместе с нашими зрителями Со всеми Давайте помолимся Господь, во имя Иисуса Христа Божим и дятем тебе, Господь За цей день, Божий, Господь И ты все равно сотворил И ты есть в этом дне вместе с нами, Боже Мы благодарим тебе за это Наше вдохновение на тебя Ты наша защита Ты наша будущая, Господь Ты наш мир, Боже Ты сказал в Слове своем, что ты даешь мир Який выше в цьх разумения Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Друзья, в течение следующего часа опять вновь Выйдем в эфир с апдейтом И если вы смотрите сейчас за рубежа Смотрите, друзья, узнавайте Знайте, какая правда И делитесь обязательно правдой, которая происходит Правдой, которая О той напасти О той сейчас Трагедии Которая в 4.45 сегодня В 4.43 она началась сегодня Знаете, так Не знаю, почему Сегодня ровно в 4.43 я проснулся И прямо на сердце было такое Жуткое состояние Помолился немного Включил новости Увидел сегодня Трагические события Которые начались на востоке нашей страны Да и по всему вокруг Друзья, сейчас очень важно Чтобы мы поддерживали друг друга Важно быть единственным Если какой-то человек Просит вам сейчас Или вы знаете Какого-то человека Кто нуждается сегодня Просто поддержки Позвоните сейчас Пока есть мобильная связь Все Звоните сейчас Просто поддержите человека Дайте знать Добрый день, друзья 12.39-12.40 В Украине Все, кто с нами на связи Хочу сказать, друзья Сегодня Доверяйся Христу В одном из мест писаний Где Христос Обращается к ученикам Которые окружили его Похожая ситуация Римская империя Вторглась Римская империя Контролировала Большую часть иудеи И в эти слова В это время он говорит Не поддавайтесь тревоге Не поддавайтесь тревоге Мы должны понимать Друзья Сейчас три очень важных вещи Это стратегически Для того, чтобы понимать И поверьте Я понимаю, о чем я сейчас говорю Потому что есть такая штука Которая называется ПТСР Может быть кто-то из вас Слышал или знает Расшифровывается Посттравматический синдром Это Панические атаки Панические проблемы Которые происходят На фоне того Что человек Подвергается огромному стрессу С которым не справляется Или не способна справиться Его психика Сейчас необходимо просыпаться Необходимо начать Становиться в вере И действительно стоять Но Самое главное Не поддаваться тревоге Не поддавайтесь тревоге Друзья Я думаю, что самое страшное Что может быть Когда мы поддаем Наши сердца Поддаются тревоге Поэтому сегодня Хочу, друзья Вместе с вами молиться И хочу молиться Сегодня призвать Молиться каждого из нас Во-первых, конечно же За мир в нашей земле За мир в Украине Затем хочу призвать Чтобы мы молились За ребят Которые защищают сейчас Физически Друзья Нам необходимо стоять В проломе духовном За их жизни Призывать защиту и охрану Крови Христа На их жизни Ну и третий момент Конечно же Молиться за Божью мудрость Для нашего руководства Сейчас Молитесь И оставайтесь Прибывайте в мире Друзья Сейчас, наверное Мы проходим Самое сложное испытание Вчера была об этом Вечерняя межцерковная молитва Вчера мы об этом говорили Мы проходим испытание Где пишется история Где пишется история Я сброшу сейчас Конспект Слова или откровения О котором мы вчера разбирали И видео Со вчерашней межцерковной молитвой Тоже включайте его Смотрите его Наполняйте свое сердце Божьими откровениями Божьим миром Во имя Иисуса Христа Аминь Благословляю, друзья И каждый час Как я уже говорил Или два часа Я буду выходить здесь в эфире Наши пастора Тоже выходят в эфире Храните свое сердце В мире Божьем Во имя Иисуса Христа Аминь Доброе утро, друзья Всем доброго Благословенного утра Выхожу со странички ХСЦ Новое время Потому что Мы делали уже эфир в группе Но здесь более доступный И это для наших Также друзей Которые находятся За пределами Украины Которые, я знаю Беспокоятся О нас Вот смотрел только что Новости Давайте, наверное, вначале Давайте вначале помолимся А потом какие-то новости Наверное, скажем Если вы не против Хорошо? Давайте помолимся Мы благословляем сегодня Твое чудное имя И славим Тебя Во имя Иисуса Христа Аминь Друзья, если вы со мной Можете написать Аминь Ну что ж Друзья, давайте Теперь апдейт Это для наших друзей И для тех, кто есть В Украине Мне тоже очень важно Сейчас, как таковой паники Большой нету Огромной паники нет И успокойтесь Не переживайте Что сейчас происходит? Смотрите Сейчас происходит Какая-то часть людей Соответственно Конечно же Все равно кто-то Имеет свою точку зрения Это Оставайтесь дома День-два Паника Вот скажем Вот этот стресс Он должен улечься Это первое Что должно произойти День-два Паника Это должно улечься Затем Очень важный момент Немаловажный момент Я думаю Что в течение Ближайших 5-7 дней Ситуация прояснится Я думаю Что мировое сообщество Все же будет реагировать И ситуация Она стабилизируется В каком-то русле Которое будет понятна Вот потом Точно так же Примерная ситуация Которая была в Грузии Если вы знаете То есть Произошло Такое скажем Вторжение Инвазия И затем она остановилась И я думаю Такая похожая ситуация Произойдет сейчас Но очень важно Чтобы сейчас Постарались оставаться в покое И я хотел бы призвать Сейчас все Кто со мной вместе Давайте мы помолимся Сейчас за Украину Давайте будем молиться Особенно за людей на востоке И особенно за вооруженные силы Украины И давайте молиться И благословлять сегодня Президента нашей страны Правительства Они работают очень правильно Сейчас Они делают то что необходимо То что правильно Поэтому друзья Давайте будем молиться сейчас И мы молимся Чтобы ты дал мудрость Сейчас И спокойствие Руководству нашей страны Господь Благослови их отец Во имя Иисуса Христа Благослови Боже наш Во имя Иисуса Доверяемся тебе Господь Храни Доверяем Господь Такого подобных вещей Он дает нам таких испытаний И дает нам таких испытаний Которые мы не можем перенести То есть То есть то что сейчас происходит То есть то что сейчас происходит Это абсолютно По нашим силам Сохраняйте спокойствие Я прошу вас В рамках веры В рамках мира И не поддадимся панике Тогда соответственно Наше мышление Остается в рамках Слова Божьего И наши поступки Будут адекватными Тогда Бог Может нам подсказывать Тогда Бог Может говорить С каждым из нас Он может Укрепить Каждого из нас Поэтому доверяйте Сейчас Богу Всем доброго дня Друзья Продолжаем с вами Молиться Потому что Очень важно Сейчас знаете Когда происходят Такие события Когда происходят События В которых Люди пытаются Переписывать истории Знаете Мне это напоминает Картину Когда дьявол Попытался переписать Историю Божьего творения И скажу вам по правде На самом деле Я не думаю Что Есть какая-то правда В том Что сейчас происходит С Украиной На ее границах В этом Нет Не может быть Никакой правды Знаете Не может быть Никакой правды На самом деле В том Что строится На какой-то лжи И на цинизме Цинизме заявлений Цинизме какой-то еще Знаете Просто не хочется Переходить Наверное Какие-то границы И смысл Видео заключается В том Чтобы друзья Мы могли с вами Сейчас молиться Я знаю И уверен Что это абсолютно Правильное Абсолютно Наверное Единственно Правильное То что мы можем Делать И в начале Этого видео В описании к видео Я написал Простые слова Из Евангелия Из Евангелия От Иоанна О том Что когда Иисус Оставлял Эту землю Он сказал Мир мой Даю вам И он говорит Не так Как мир Дает Знаете Мы слышим Сегодня о том Что идет Операция По принуждению К миру Принуждение К миру Вы знаете Я никогда Не видел О том Чтобы мир Строился Или Чтобы к миру Принуждали Или чтобы мир Строился Ценой жизни Людей На самом деле Друзья Я думаю Что история Люди Сами И нации Они дадут оценку То что очень важно Очень важно Чтобы каждый из нас Сегодня Чтобы Бог Сегодня сохранял Сердца в мире Я хочу сегодня Об этом молиться И я хочу Призывать Те кто сегодня Смотрит Тоже этот эфир Друзья Чтобы мы вместе Могли молиться Вместе могли молиться За людей Которые Сейчас Находятся В разных точках Знаете Наверное Ты не можешь Обозначить Сказать Или вот так Или вот так Или вот так Это невозможно Это наверное Абсурдно будет Обозначить Сегодня Обозначать Где сегодня В Украине Сердца людей Не в мире Но я точно знаю О том что Я доверяюсь Богу Много раз Мы проходили Разные ситуации Я доверяюсь Богу Я знаю что Господь сегодня Сохраняет Сердца людей Снова Добрый день Друзья Прошел час И мы продолжаем Молиться Сегодня наверное Это знаете Это не просто Какой-то Молитвенный Марафон Сегодня это День Вот сегодня Это день И не так давно Одна из наших Сестер Аня Чтобы записать Как-нибудь день Как проходит В сторис И знаете Сегодня день Не для сторис Сегодня точно День не для сторис Но сегодня день Друзья Когда каждый из нас Мы сталкиваемся Сталкиваемся С тем Во что мы верим Происходит столкновение В того Во что мы верим Реальной жизни И обстоятельства Которые окружают нас И сегодня Друзья Нам нужно с вами Просто научиться Не просто жить В этой новой реальности Нам нужно научиться Находить Бога Проходить с Богом Эту новую реальность Проживать эту новую реальность С Богом И знаете Я хочу сегодня Ободрить каждого из нас С вами Хочу ободрить Мы сейчас будем молиться Но хочу ободрить Такими словами Знаете Есть на сердце Читаю слово сейчас И на сердце Есть такое слово Которое очень сильно Отозвалось в моем сердце Отозвалось в моем духе Хочу поделиться с вами И откройте вместе со мной Если вы смотрите Сейчас это видео Друзья Откройте сейчас Откройте Библию свою Потому что может быть У вас есть Может быть сегодня Я понимаю точно Что сегодня Многие люди Прилипли к экранам И смотрят новости И смотрят еще что-то Это вполне объяснимо Это нормально Но я хочу сегодня Ободрить вас И попросить Посмотреть сейчас Со мной вместе в Библию Послание римлянам 11 Мы будем читать с вами 13 главу 11 стих С 11 стиха Я читаю Новый перевод Современный перевод И знаете В этом переводе Я увидел что-то Что по-настоящему Мне кажется Оно касается сердец Ведь вы знаете Какое сейчас время Вы знаете Какое сейчас время Вы знаете Знаете Знание Когда мы что-то знаем Когда мы что-то понимаем Когда мы в чем-то разбираемся Я думаю Проходит время Когда мы говорим Ну я считаю так Или я считаю так Вы знаете Какое сейчас время Что настал час Пробудется нам Ото сна Потому что Наше спасение сейчас гораздо ближе, чем оно было тогда, когда мы только уверовали. Друзья, мы становимся каждой минутой, с каждой секундой, мы становимся ближе к нашему спасению. Ночь приближается к концу и наступает день. Знаете, я хочу сегодня пророчески высвободить эти слова с верой, друзья. Ночь, ночь приближается к концу. Я верю, что то, что сейчас происходит, этот ужас, который происходит, это ночь. Ночь приближается к концу и наступает день. Давайте же оставим дела тьмы и наденем доспехи света. Оденьтесь лучше в Господа и Иисуса Христа и не думайте об угождении своей греховной природе и ее желаниям. Я хочу сегодня сказать, друзья, еще раз повторите слова, ночь приближается к концу. Ночь приближается к концу. Я верю, что эта ночь, она приближается к своему окончанию. Этот ужас, который есть, эта трагедия, которая есть, она приближается к своему окончанию. И я знаю точно, друзья, что прямо сейчас, я верю, в духовном мире происходит переломный момент. В духовном мире сейчас происходит духовное сражение, когда тех, которые с нами, больше тех, которые вокруг нас. Тех, которые с нами, больше тех, которые вокруг нас. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. И мы начали сегодня с самого утра наш такой вот молитвенный эфир, молитвенный марафон прямого эфира. И сейчас продолжаем. Есть одно слово, которым сегодня хочется поделиться, но не только словом хочется поделиться, хочется призвать каждого из нас также, друзья, к молитве, чтобы мы сегодня молились. И сегодня хочется, чтобы мы с вами вместе начали молиться, чтобы мы вместе взыскали лица Божьего. Но давайте мы вначале сейчас будем подключаться, буквально одну минутку. И я хочу сегодня молиться, я хочу сегодня благословлять каждого человека, благословлять здоровье, благословлять исцеление, благословлять сегодня жизнь каждого человека, кто подключается, жизнь каждого человека, кто находится сегодня на территории Украины, жизнь каждого из граждан нашей страны, жизнь каждого из них, друзья. И я хочу сегодня, чтобы мы с вами действительно по-настоящему, вы знаете, не просто взыскали лица Божьего, чтобы мы с вами поняли и уразумели по-настоящему, что служит миру и почему на самом деле иногда происходят такие ситуации. Друзья, мы начинаем наш молитвенный эфир сейчас, и я хочу попросить каждого из вас поделитесь сейчас этим эфиром на своих страничках, потому что очень важно, чтобы, если вы особенно верующие, очень важно, чтобы сейчас мы понимали, чтобы мы, в первую очередь, чтобы люди, которые за пределами Украины также находятся, чтобы они слышали и понимали то, что происходит и почему это происходит, почему происходят сегодня в нашей стране такие вещи, потому что я вам хочу сказать, в духовном мире этому есть давно уже определение, и сегодня я хочу поделиться с вами 52-й псалом. Мы будем читать с вами, друзья, с 1-го стиха. «Начальнику хора на духовом орудии учения Давида сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро». О ком эти слова, друзья? О ком эти слова о том, что совершили гнусные преступления и нет делающего добро? Это гнусное преступление, в котором нет добра, нет ни грамма добра абсолютно, ни одного грамма добра. Но я хочу, друзья, чтобы мы понимали с вами одну очень важную причину этого. Причина заключается в том, что какой-то человек, он не воспринимает и не понимает. Написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вы знаете, есть классное украинское выражение. Говорят, побойся Бога. Побойся Бога. Что означает побойся Бога? Побойся Бога, это означает о том, что прежде чем ты пытаешься утверждать твою правду, прежде чем ты пытаешься сказать, что правда, которую ты веришь, правда, которую ты говоришь, правда, за которую ты собираешься сражаться, она является правдой, вначале убедись, что на стороне этой правды находится Бог. Вначале будь уверен, что на стороне этой правды сражается Господь. Но, вы знаете, есть еще одно классное украинское выражение. Здесь написано, сказал «безумец в сердце своем». И безумец в переводе на украинский, знаете, как будет? Божевильный. То есть человек, который свободен от Бога. Друзья, свободный от Бога человек совершает гнусное преступление. Свободный от Бога человек не может делать добро, потому что Бог не пребывает в его сердце. И это правда, друзья. Это действительно безумие. Безумие, потому что оно совершается человеком, который свободен от Бога. Оно совершается человеком, который вильный вид Бога по-украински. Божевильный. Божевильный. И он не видит, он не понимает, он не впускает Бога. Он исключает фактор Бога во всем, что происходит. И он может полагаться только на себя и на свои силы. Я хочу сказать, друзья, сегодня мы будем с вами и об этом молиться. Но в первую очередь я хочу, чтобы сегодня мы с вами все вместе молились, друзья, за нашу страну. Я хочу сегодня призвать, если вы сегодня смотрите это видео, если вы сегодня вместе с нами, друзья, давайте мы сейчас возвысим наши голоса. Мы будем молиться за нашу страну. Я вам хочу сказать, Украина это страна, которая никогда не была свободна от Бога. Она не была свободна от Бога, потому что всегда, даже в преамбуле нашей Конституции написано о том, что мы, народ Украины, осознавая ответственность перед Богом и грядущими поколениями. Друзья, в Украине есть свобода. В Украине есть свобода. Свобода, которую ты ничем не можешь подменить, ты ничем не можешь заменить. Она есть в этой стране. Она есть в этой земле. Она есть сегодня в этом народе. И именно эта свобода сегодня, друзья, понимание, разумение этой свободы, которое пришло, оно сегодня толкает людей в этой стране стоять, сражаться и защищать ее. И сегодня я бы хотел, давайте мы будем благословлять сегодня нашу землю. Давайте мы будем благословлять сегодня Украину. Давайте мы будем благословлять сегодня, друзья, каждого человека, который живет в ней. И я хочу сказать, если сегодня ваше сердце наполняет, может быть, какая-то тревога. Друзья, сделайте так, чтобы ваше сердце, ваш разум в эти дни не был свободным от Бога, и вы увидите, как в вашем сердце воцелится Божий мир. Вашу семью застала, застигла та війна, початок тієї війни широкомасштабного вторгнення Росії в Украину. І сьогодні рік потому, рік потому, війна не скончилась, вона ще триває. Вона, я б не сказав, набирає своїх обертів, я б сказав, вона близиться до свого завершення, до своєї перемоги, української перемоги. Але я хочу сьогодні подякувати кожному з вас, кожному, хто вже більше ніж рік, хто починаючи з 14 люта, можливо хтось долучився 24 люта, але кожен з вас, тих, хто приєднується і продовжує приєднуватись до нас у тому молитовному марафоні, який ми почали рік тому, і він продовжується ще зараз. 24 на 7 ми покриваємо кожні пів години, кожен з нас з вами, ми покриваємо молитовно потреби, духовні потреби, духовні виклики нашої країни, духовні виклики і виклики на полі бою, з якими стикаються наші військові. Ми покриваємо все це і все це можливо, друзі, тому що наш Господь Ісус Христос, Він вже переміг. І я хочу сьогодні подякувати кожному з вас, я хочу завдячити, я хочу сьогодні вклонитися низько кожному з вас, тому що саме ви стоїте і ви є тими молитовними силами України, які продовжують молитися, які продовжують стояти у духовному проломі за нашу країну, за нашу перемогу і за мир в нашій Україні. Я сьогодні ще раз хочу кожного, хто буде дивитись це відео, я хочу ще раз запросити, заходьте на наш сайт, який ви побачите одразу після завершення цього відео, msu24.com, це молитовний сайт. Він є в неденомінацій, він не належить ніякій деномінації або конфесії, він просто, він сайт молитовних сил України. І я запрошую, заохочую кожного з вас, кожного бажаючого, друзі, давайте молитися за нашу країну, давайте стояти в духовному проломі за наше майбутнє, за нашу перемогу, за нашу з вами Україну. Слава Ісусу Христу, ми обов'язково переможемо і ми будемо разом з вами святкувати, молитовно також святкувати, з прославленням, з хвалою будемо святкувати нашу перемогу, з хвалою нашому Господу. Саме тому, що, друзі, Він переміг, завдячуючи кожному з вас сьогодні. Друзі, ця перемога стає ближчою, саме тому давайте не здаватися, давайте ми будемо перемагати, давайте ми будемо набирати, тільки набирати обертів. Хай Господь благословляє кожного з вас з миром Божим. Всіх Божих благословів, друзі.